Знаете ли вы, что в Красноярском краевом краеведческом музее находится единственный в России стегозавр? Да, мы оказались сегодня именно здесь и будем разговаривать про выставку динозавров в нашем краеведческом музее. Мне об этом поможет Павел Огневенков, экскурсовод Красноярского краевого краеведческого музея. Доброе утро! Доброе утро! Давайте с вами поговорим сразу тогда про стегозавра. Мы видим, что это он. Да, это скелет стегозавра. Появился он на данной выставке еще в 2014 году. Ого, давно, 10 лет назад. Как его нашли и как вы определили, что это стегозавр? Его нашли совершенно случайно в Березовском угольном разрезе в Шарыповском районе. И уже впоследствии палеонтологи стали проводить раскопки. Конечно же, палеонтологи, а не специалисты, они смогли пока сам определить вид данного динозавра. Ну, я смотрю, что тут прям вообще досконально, да, все кости сохранились, все остальные. На самом деле, найдены были не все кости. Мы можем увидеть, что ненайденные кости, они были заменены именно черными пластинами. Давайте чуть-чуть с вами сдвинемся, чтобы наши телезрители тоже могли получше рассмотреть этот экспонат. Расскажите вообще, пожалуйста, Павел, про самого стегозавра. Чем он отличался? Какие у него характеристики были? Отличительная особенность стегозавра от других динозавров – это пластины на его спине. Они проходили в два ряда в шахматном порядке. И предположительно, они были пронизаны кровеносными сосудами. Это позволяло ему их использовать как регуляторы для температуры своего тела. Он мог их подставлять под солнце, чтобы согреться, и убирал, чтобы охладиться. Ну, соответственно, он существовал в нашем с вами сибирском сейчас уже районе. Тогда ему это, наверное, было очень выгодно, что у него есть такая терморегуляция. Да, и на самом деле тогда было довольно-таки тепло. У нас территория была в виде папоротниковых лесов, а также их бойных. Тогда это когда? Это 165 миллионов лет назад. Это времена юрского периода. Обалдеть, хочется сказать, потому что удивительно, что это все в таком виде сохранилось. Естественно, его зовут, кстати, Юрашка. Можно уточнить, почему такое имя? Проходил конкурс на выбор имени данного динозавра, и именно выбрали Юрашка. Юра – это юрский период, Ш – это первая буква Ширыповского района, где его нашли, а К – это первая буква фамилии Сергея Красноузского, ведущего палеонтолога, который как раз-таки раскапывал кости данного динозавра. Отлично. Ну, стегозавр – это не единственный вид динозавра здесь, в Красноярском краеведческом музее, поэтому мы подходим вот сюда к экспозиции и видим, что здесь много других останков. Можно рассказать про это? Да, конечно. В Березовском угольном карьере нашли не только кости стегозавра, нашли еще и кости прочих животных, в том числе других динозавров. Посмотрите, здесь мы можем увидеть косточки зауропода, а также представлены фрагменты птерозавра. И в том числе мы можем даже увидеть их зубки. Причем зубки не только динозавров, но и, например, крокодилов, панцири черепах. Все это здесь представлено. Причем нашли не только зубы крокодилов, например, но еще и чешуйки древних рыб. Это говорит нам о том, что когда-то на территории нашего края было большое море. Слушайте, я вообще вот на самом деле, мне очень сложно в это поверить. Почему у них такие маленькие зубки? Или это все, что сохранилось? Это все, что нашли скорее. Возможно, где-то глубоко под землей есть что-то еще. Но, вероятнее, они сами по себе были совсем небольшими, как у наш стегозавра. Он, на самом деле, для тех времен был небольшим. На территории нашего края стегозавров были всего лишь 4 метра в длину и 160 сантиметров в высоту. А вы вот ранее сказали, что совершенно случайно нашли в Березовском районе стегозавра. А вообще, в принципе, а как люди поняли, что в Красноярском крае есть динозавры? И когда-то существовали, что можно вот в этом ремесле, так скажем, копать? Именно благодаря раскопкам. Вообще стегозавров и прочих динозавров на территории России находят не так много. Это, на самом деле, часто большой сюрприз. И все-таки пытаются до сих пор что-то найти. Раскопки ведутся до сих пор. Ну, можно ли сказать, что наш с вами Красноярский край богат динозаврами? Или по России есть и более, так скажем, места, где больше динозавров находили? Можно сказать, что он богат. В особенности на кости стегозавра. Ведь это единственный скелет стегозавра, найденный в России. И вообще он является одним из древнейших геологической летописей нашего мира. Ну, я полагаю, раз стегозавр у нас единственный в России, наверняка за ним как-то по-особенному ухаживают. Вообще, в принципе, как вот есть какие-то определенные условия хранения? Мы видим, что здесь лежат кости, но наверняка нужно же, чтобы они хорошо хранились, чтобы наши потомки тоже потом могли на них посмотреть. Что для этого используется? Да, конечно. В первую очередь, наши хранители проверяют температуру в этом зале каждый день. Ну, а каждый месяц проводится уборка экспозиции, и экспонаты обрабатываются специальными веществами для того, чтобы они впоследствии не разрушались. А какая должна быть температура для костей? То есть температура комнатная даже чуть ниже, наверное, около 20 градусов. Ну, вот здесь мы еще видим фотографии, да, прикреплены. Здесь как раз-таки вот Сергей Анатольевич Краснолуцкий, он раскапывал стегозавра, да? Да. Как вообще, в принципе, проходят раскопки? Раскопки. Собирается группа палеонтологов. Это очень длительная работа. Все делается потихонечку, аккуратно. Например, нашего стегозавра раскапывали в течение 8 лет. И собирали его просто. 8 лет? Да, с 2005 года до 2013. Ничего себе! То есть это настолько... Я-то думала, что как бы буквально там, не знаю, ну, нашел, нашел, привез. Нет? Нет, на самом деле, да, это очень тяжелая и долгая работа. Ну, а что мы, так сказать, думаем-то? Тут можно наглядно посмотреть, потому что в музее есть вот такая еще экспозиция. Это песочница. Павел, расскажите, для чего она? Данная песочница используется в ходе детских мероприятий. У нас есть прекрасное мероприятие в поисках древнего ящера, где детям предстоит как раз-таки найти нашего стегозавра, пройдя определенные площадки и выполнив на них определенные задания. Здесь они чувствуют себя в роли палеонтологов настоящих. Не так-то просто найти. Предоставляем им кисточки, и они откапывают кости. Здесь как раз-таки кости закопаны. Ну, вот я нашла одну, а ее прям доставать можно? Да, да. Я нашла кость! Ух ты! Слушайте, так, я покажу поближе. Посмотрите там внутри, что находится. Интересно, это настоящая кость или вы шучите? Это настоящая кость, но она не принадлежит динозавру. А кому? Крупному агаптому скоту. Неожиданно. Я сейчас в своих руках подержала, возможно, коровку, да? Возможно, да. Ой, лежи там дальше, закопаю тебя обратно. В общем, на этой экспозиции дети могут себя попробовать в роли палеонтологов, покопать. А как много здесь костей находится? Здесь их больше 20. Ого! Так тут копать не перекопать. В общем, что я могу сказать, в принципе, очень увлекательно. Давно не была в краеведческом музее. И на самом деле, посмотреть есть здесь на что, много чего нового узнать. Я, например, не знала, что у нас такой богатый край на динозавров. Раскопки, вы говорите, до сих пор ведутся, да? То есть сейчас уже тоже какие-то, наверняка, работы есть. Может, кого-то нового вам скоро привезут? Возможно. Мы его все еще собираем, многих частей до сих пор не нашли. У стегозавра конкретно, да? А вот я как раз хотела уточнить, почему вот те кости, которые внизу лежат, сюда не присоединились? А потому что они здесь уже есть. Они дублируют друг друга, поэтому они здесь не нужны. Ну, спасибо вам огромное за эту увлекательную экскурсию. Приглашаю тоже всех красноярцев сюда посмотреть на единственного в России стегозавра, потому что это очень увлекательно и интересно. Продолжение следует...